продолжается маленькая зарисовка с моего сада пересаживаются саженцы на любой вкус и так сергей железов выкапывает вот вот что значит назвали старухи все своими руками агроном правда науки ненужный водитель крана да на заводе крановщик родина не могла обойтись без крановщика а без садовода смогла так вот он сейчас выкопать саженец потом они его разрежут и посадят навсегда а вот этот ближний уже я приглядел почему потому что он должен был бы под топор пойти продан ним не смог себе его продать подумаешь там выдающий санта команде вот а на следующий год он будет трехметрового как они растут вот ну естественно я его прибрал потом я рассказываю вот эта картинка почему потому что это все равно даже дальше вот смотрите вот этот кривой карматию тоже не купили я говорю сергей а что ты больше чем делать он говорит срублю через полчаса он уже сидел на постоянном месте видели видели что идем дальше ну вроде бы грустно а все равно смеемся да вот вот это вот годом раньше посадил он тоже был двухлеткой так а у меня простых сортов нет ни одного но том году посадил в этом году а это учеба учеба вот она обрезка по железу здесь был хороший ком земли вот ну хоть у нас и холодильник стояла но помаличку проснулся видели как это выглядит теперь никаких долбанных вот этих видели вот эта ветка должна быть отрезана я вам сейчас покажу внимание может про учебу вот это вот вот этот тихий ужас сейчас вы увидите погода 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 нет елки-палки брат ты мне прислал ты мне прислал очередное вот это последние вот сейчас посмотрим я просто сравниваю показываю а вот она смотрите я остановил это фильм я остановил вот здесь вот слева мужик который прицелился секатором сейчас он подойдет отрезать нижние ветки вот это вот видите вот откуда они кормят ей крах не бараха корни ну где если you're это знаете о нет на он то что он будет учить lại就是 аккаунật Road 100く Sag Division так как let's go down от если этого вера калишне вот это решение это решение это лишь нет это лай ring это вы понимаете я редкий случай вижу фактически идеально яблони. Вот уже ну некуда придраться. Ну некуда, уже всё. Приземистая форма, там возможно в том краю полметра или метр снега, да? Это значит никогда не погибнет. Благодаря нижним скелетным веткам никогда не погибнет. И вот тут он начнёт. Тогда я возвращаюсь к нашей. Это уже я садил. Вот. Дальше вот эти вот ненавидят. Запомните, друзья. Всегда, когда прививаем это привитое дерево. Дальше. Обязательно вот здесь развилка. И это как закон. Есть официальное название. Ветки конкуренты. И одного требует убрать. И обязательно здесь вот отрезать целиком. И вот дальше уже как у этого. И так вот где таилась погибель моя. А дальше уже по Пушкину. Кажется по Пушкину. Так вот никогда этого делать нельзя. Во-первых, я не собираюсь обе отрезать. Ни одну из них. Так? Вот. Теперь. Дальше будет видно, как они будут развиваться. Потому что бывает так. Одну отрежешь, другая сдохла. Но бывает же, понимаете? Впереди видно будет, что с ним дальше делать. Если потребуется какая-то, знаете, какая-то чуть-чуть формирующая обрезка, то ни в коем случае вот это отрезать нельзя. Вот так вот. Ну и ещё. Почему вот эти вот заставляют отрезать? Сейчас. Первый год, как правило, очень приживается саженец. У него, как правило, видите, тонкие веточки. Скелетные, но тонкие. Так? А на второй год погнали. Вот. Уже настоящее. И это часто бывает. И даже на схемах. Только те, кто не думает ни о чём, они видят, что нижние скелетные ветки меньше. Я показал им схему. Классические. Из учебников. Нижние скелетные ветки тоньше. И вот тут им наступает хана. Обязательно. А? Выпущенцы и мережики. Да? Разве бы вы их оставили? Никогда. Да. Если вы умудряете вот такие учить отрезать, а уж эти-то обречены. Ах, на них плодов мало или нет. Ах-ах-ах-ах-ах. И чистый ствол. И у меня есть особая папка. Я собрал. Это как бы, если когда-то будет неурбинский процесс над губителями садов. Это как раз у меня уже несколько сотен фотографий. И там как раз вот это и есть. Отрезать, отрезать, отрезать. Я потом только одну фотографию покажу. но чуть ниже. Поняли? Это бесценно. И не смотрите, что на них появится. Ну, они засветают. Ну, недолго. И они никогда не будут крупными. Уже никогда. У них, они свое, как бы сказать, дело сделали. Саженец прижился, прижился. Они, приживающиеся, обеспечили глюкозу, обеспечили под этим самым обычной работой, как принято она, чтобы сокодвижение было. Вот эти, раз, два, три, обеспечили. А в основном, вот этот скелет будет. Но эти, нижние скелеты, бесценные. Ну, дальше еще раз один. Вот это есть питомник железовых. Прививки закончены. Вот. Вот так он выглядит на поле. Потом я вам покажу, что вылезла так, осенняя посадка космосащих. Отдельно покажу. Так. Вот. Китайка красно-синяя. Мне говорят, что же они раздали? Я ждал до последнего, друзья. Это ведь сверху, видите? Вы согласитесь, что они живые? Согласились? Спасибо. А теперь самое интересное. Еще четыре дня назад я отправил последнюю посылку. Конечно, со спящими. Мы когда с Юлей Сергеевной вытряхивали эти банки, да, вот такие выбрасывали, проснувшиеся, но там еще много было спящих. И я тогда ему и побольше положил, и скидки сделал. Знаете, сколько он кустик? А, Юль Сергеевна, ты считать хорошо, что ты считать умеешь. Штук 800, да? Я не ошибся. 540 абрикосовых, даже, может, даже 900. И вот это тебе бедный пришлось с банок доставать и считать. Что, как он у меня сложился с разговором? Я нашел, нашелся человек, ради которого, я же уже бы их выбросил. Вот это же банка выброшена. 20 мая, видите, фотография? Это уже вся выброшена. Там есть спящие, еще взошли бы, вон, только всходят, видите? А там получилось так. А, Валерий Константинович, рискую. И вот есть из 800 в косочеке этих самых. Там, ну, там еще 300 этих самых. Вишенцы, что там только нет, кроме 540 абрикосовых, да? Вы представляете, он за все отдал 8 тысяч, да? Я еще раз, я уже раз говорил, но не здесь, не на вебинаре, а в каком-то фильме, помните? Я вот это в шоке. Присылает мне ссылку, я подробно изучил, и в двух фильмах рассказал. Людмила, помните, наша соотечественная, живет в Финляндии, она присылает ссылку, а там питомник, вот, причем питомник странный, редкий случай, в них есть сад, яблоневый сад, извините за выражение, время так специальное было, когда они должны были валиться все от яблони, а они не валят, а яблонь-то урожая практически нет, зато Черенков настоящий маточный сад, ну подумай, что яблони нет, но главное, что Черенков тысячи, и они делали, на моих глазах, я ролик смотрю, тысячи прививок, крупный план, я комментировал, вспоминаю, вот, все, конечно, вы не могли видеть, но кто-то видел эти мои, с моими комментариями, как они делают прививки за столом, потом все это высаживается, потом трактором, чик-чик-чик, все лишнее убирается, калечится, потом искалеченная двух-трехлетки, высотой 3 метра, один саженец, переехав границу России, каждый, вот, недалеко, Финляндия и Питер, и в Питере по 8 тысяч, вы думаете, если бы не брали, они бы по 8 тысяч, они бы в Питере не привезли, привезли бы, вот привезли, они стоят и умирают, конечно, берут, это ежегодная работа, и так, один саженец, яблонь, искалеченный, с метровым таким штампом, помните, я специально мордой тыкал, только не знаю, кого они же меня не слышат, эти пины, метровый штамп, все это, еще вот так вот, искалечено, потому что тракторная обработка, вот, даже крона искалечена, и 8 тысяч, а здесь за 8 тысяч, цена одного, причем непонятно, почему они у них еще не плодоносят, мат еще сам есть, но не плодоносят, и на эти 8 тысяч куплено будущее, пусть с каждой третьей взойдет, это штук 300, это куда он денет это все, а вы знаете, что такое 300, это гектар, как минимум, а если еще по научным этим, как минимум, 300 штук у меня выходило при посадке 5 на 4, а еще учат 6 на 8, и 8 на 10, там уже 2-3 гектара надо, те же абрикосы у меня огромными вырастают, и вы представляете, 800 семян, косточек, за 8 тысяч, и один саженец, искалеченный яблонь, за 8 тысяч, ну, ну, не за меня гордитесь, за Россию гордитесь. Idк, сахарк россиян, еще�ая перья, и судsın, без integrate, сахарк на 8, и я хочу, все слабое, и я хочу, все слабое,